Света, газа, ничего нет. Ничего у нас нет вообще. Кто нам что дал? Как вы знаете, российские власти оправдывают свое вторжение в Украину тем, что якобы помогают Донбассу и спасают его жителей от притеснений со стороны Украины. К примеру, Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что цель России защитить людей. Наша задача, наша миссия, миссия наших солдат и ополченцев в Донбассе эту войну прекратить, защитить людей. Конечно, мы должны были помочь, и мы помогаем людям, которые проживают на Донбассе. Однако в реальности, в результате такого освобождения, жизнь на Донбассе превратилась просто в бесконечный кошмар. Целые города стерты с лица земли, а их жители, которые не успели или не смогли никуда уехать, теперь живут просто на руинах. Вот эти захваченные, ну или там, как они говорят, освобожденные территории, Россия просто бросила. До тех людей, которые там остались, оккупационной администрации просто нет дела. Этим людям никто не помогает, они не получают никакой помощи. У многих из них нет света, газа, воды, и они так прожили всю зиму. Вот просто для примера рассказ жителя одного из пригородных поселков, расположенных возле Мариуполя. Этот рассказ записали на видео какие-то российские волонтеры. И вот тут человек честно, просто беспрекрасно рассказывает о том, что пережили люди, которых Россия освободила. Что пережили люди в процессе этого освобождения. И он говорит, что в результате огня по поселку, вот этих так называемых освободителей, погибли его соседи, например. В поселке нет электричества, нет газа, нет воды. И в результате люди теперь, просто чтобы выжить, вынуждены сжечь масляные лампадки, как в начале 19 века. Во время боев здесь провели, да? Вот мы провел вот здесь прямо, в погребе. Мать наверху лежала, потому что они лежачие, мы не могли занести. А мы в погребе просидели с сестрой. Подпрыгивал погреб вместе с хатой. И много в поселке людей погибло? Ну, не знаю, сколько количества, но то, что я троих похоронил. Это самое. А так, да и там дальше тоже погибли. Ну, не знаю, собаки тягали кости и черепах сюда тягали, притягивали во двор. Тут же трава вот такая вот, туда мы не ходим, боимся. Понятно. Потому что... Мины? Ну, могут быть запросто, потому что здесь подорвался с отец, сыном. Но живые хоть остались, спасли их вовремя. Здесь, здесь было три трупа. Вот здесь один, я его туда тащил, через дорогу, он потом сгорел. Потом там два трупа показывали. Там, я знаю, еще были, тоже ходили забирались. А соседи что? Вы говорите, погибали? Да, вот там дальше, через хату, через две хаты. И сосед, там где-то хату, через пять-шесть, за колейку вышел. Снарядом и туда его положило. Там мы его похоронили. Вот так вот мы живем. Ну, а дальше там, я не знаю, там дальше тоже. Тоже были жертвы, я знаю, пока не были. В России это называется защитой русскоязычного населения. Видите, как счастливы те, кому посчастливилось выжить после такой защиты. Человек просто не знает, как ему Путина благодарить за все. Так, тут страшное дело, что было. На всю жизнь, на всю жизнь, на помощь. Ну, выживали, как могли. Ну, нам ничего, я говорю, ничего не привезли. За все это время, ничего. Получали, вот когда начали давать на эпицентре. Ну, а на поселок вообще ничего не привезли. Ни буханки, хлеба, ни, ну, ничего. Масло, масло должен полить. Вот это вот, на фитильки на эти. Кату, все, закоптели, засрали. Ну, как, как, как жить? Света, газа, ничего нет. Ничего у нас нет вообще. Кто нам что дал? Ничего, вон, видите, дрова. Ну, хоть печка есть, куда ездить. Да, печка есть. Ну, хорошо, я передави, это самое, кажется, войной там ушел. Кажется, подмазал. Тогда печка спасла. И мамка, что бы выжила, не замерзла. Топил дровами. А так бы, не знаю, что бы было. Никому она ничего не надо была. Вот, что самое главное, важно понимать, что то, что рассказывает этот человек, это не какой-то единичный уникальный случай, не какая-то уникальная история. Все это происходило по всему Донбассу, где шли боевые действия. И происходит прямо сейчас. Все это продолжается. В Маренке, в Солидаре, в Бахмуте, в Углидаре. То есть, везде, где сейчас происходят боевые действия, все одно и то же. Россия действует абсолютно безжалостно по отношению гражданскому населению, не считается ни с какими потерями среди мирных жителей Донбасса. И российское общество все это поддерживает. Аплодируют, говорят, молодцы, наши там дают. Только это не защита жителей Донбасса. Это уничтожение Донбасса. Это уничтожение его людей. И это военное преступление. И за это, рано или поздно, придется отвечать. Поделитесь обязательно этим видео. Это крайне важно. Вот такую информацию распространять, чтобы побольше людей это все видело. И обязательно подпишитесь на канал. Потому что здесь звучит правда о том, что происходит на Донбассе сейчас.